Меня зовут Вадим Смахтин. Для тех, кто у нас не на воркшопе, я технический директор хоккейдатума. Это компания, которая занимается анализом городских данных и производит софт, который называется Microsoft. Собственно, почти в последние два года я только администрирую команду, которая работает над этим софтом. Увиду всякие новые технологии для администрирующих опытов, поэтому я многому научился в это время, но на эту лекцию никак не коснется. Так что мы с Эдуардом Хайманом, собственно, основали компанию, которая называется Матрёшка. Компания нацелена на исследование и разработку различных новых методов подходов к городскому анализу, к проектированию, к системе визуализации данных. В общем, так или иначе мы разрабатываем новые инструменты для работы с информацией. И запускаем их в виде продуктов. Собственно, Хронодопы — это наш один из первых продуктов, который мы по-настоящему так крупно запускаем. Но на самом деле до него мы еще делали много микроисследований, часть из которых я вам сегодня покажу. Вот. И сегодня мы поговорим о... Если вам еще нужен мой e-mail, я забыл сказать, то это по-английски пишите Вадим Смартин через кейдж. Потом собака — матрёшка.ру или хабидато.по. Можно ей писать. Вот. Причем есть там всякие телеграммы, фейсбук, все так. Как выходят у моего июжки. Ну, сегодня мы поговорим про то, что я называю информационными пространствами и цифровыми следами. Цифровые следы — это тема достаточно закрепившаяся. Вот информационное пространство — это достаточно такая абстракция, которую я пытаюсь сейчас сформулировать. В общем, когда мы с вами начинаем говорить про информацию и про данные, неважно, городские, негородские, персональные, неперсональные, мы так или иначе приходим к двум очень важным, как мне кажется, вещам. Первое — это действие, наблюдение. И второе — это некий инструмент, с помощью которого это действие выполняется. Этим инструментом может быть ваш телефон, этим инструментом может быть некий специальный датчик, какой-то детский конструктор робототехники или какой-то датчик, встроенный куда-нибудь в пол вашего дома, который вы никогда не знали, а он там с 50-х годов есть. Например, датчики леса на лифте. Это все сенсоры, которые так или иначе собирают информацию. Вопрос в том, что мы не всегда понимаем, как она работает эта информация, и вот эта информация уходит. Но так или иначе эта информация, она как бы постоянно ими собирается в том или ином виде. Впервые проекты начали задумываться в проекте, который называется «Как роботы видят». Я попробую, сейчас звук потом числел его. К сожалению, это максимально. Вот, стал выбрать, будешь? В общем, это проект, который собрал различные видеоролики с системы компьютерного наблюдения и просто их показал миллимером. Проект получился супер популярным, потому что оказалось, что люди никогда не думали, как работают примитивные системы компьютерного слежения. Как бы это не системы, на самом деле, установлены практически везде. Они установлены, наверное, здесь, в кампусе. Они установлены и в аэропортах. Абсолютно везде. И это еще довольно старое видео, до того момента, когда начали использовать машинное обучение. Поэтому здесь вы видите такое очень... Я немножко осёкся, не совсем машинное обучение, а глубинное машинное обучение. Здесь как бы мы видим такое классическое машинное обучение на хар-таблицах, когда мы выделяем некие контрастные области, некие движущиеся области и пытаемся их как-то классифицировать и выделять. Вот. И это достаточно интересно, потому что, как бы, когда этот ролик впервые попал в сеть, люди были частично шокированы, насколько всеобъемлющее это наблюдение, насколько оно первостепенно, то есть оно существует над нами неким таким шаром, колпаком, да, который мы не совсем замечаем, но который непрерывно кадром за кадром, секунд за секундой снимает наше перемещение, перемещение каких-то бактерий, автомобилей. Он замеряет, как переполняются или не переполняют наши мусорные баки, как вода сечет по нашим кранам. То есть вот этот огромный такой всеобъемлющий сенсор, он на самом деле абсолютно незаметен, но при этом существует в виде такого некого сенсорного облака. И если мы начнем статализировать это облако, эту такую абстрактную пушистую субстанцию, то мы придем к тем самым маленьким непонятным черным объектам, черным, как темным коробкам, которые мы не всегда понимаем даже как работают, но при этом непрерывно производят сбор какой-либо информации. И первостепенно почему-то встает вопрос о том, насколько мы хотим собирать эту информацию, насколько нам важно, чтобы эта информация была открыта или закрыта, как мы давали согласие на сбор эту информацию. Таким образом мы всегда можем разделить наблюдения на два типа, на скрытая и добровольная. Но на самом деле существует еще и открытый тип наблюдения. В данном случае скрытый тип наблюдения, когда вы используете, например, такую камеру, которая настолько интегрирована в стену, настолько интегрирован где-то в торшел, что вы даже не замечаете, что она существует. Таким образом система производит на два и скрытые наблюдения. Но есть открытые наблюдения, например, в супермаркетах, когда стоят те же самые камеры, которые постоянно снимают этот супермаркет кадр за кадром, и висит огромная табличка, что да, эта камера вас снимает, да, вы это знаете, и вы просто никогда не задумываетесь на том, какие данные именно она собирает, или собирает ли она вообще хоть что-либо, или просто записывает видеопотоп, который тоже не является информацией, просто из него не выделяются никакие признаки. И это так называемое добровольное наблюдение. Также мы можем с вами сами отдавать информацию. То есть, например, когда вы пользуетесь Facebook, Twitter или еще чем-то, вы на самом деле подписываете определенное пользовательское соглашение. Вам также приходит email о том, что это пользовательское соглашение обновлено, что там появились определенные пунктики о том, что они могут что-то делать с вашими персональными данными. И вы говорите, окей, я продолжаю пользоваться сервисом. Тем самым вы подписываете так называемый договор о публичной оферде. То есть, вы на самом деле разрешаете людям, которые представляют вам сервис абсолютно бесплатно, пользоваться вашими данными или наблюдать за вами. И тем самым, на самом деле, вопрос приватности информации гораздо сложнее. И скорее к нему нужно отнестись как к некому постоянному фону. То есть, на самом деле, вопрос приватности мы давно решили. Мы уже отдали данные системе, но мы пока не до конца для себя осознали, что это здесь за система и как она выглядит. И когда эта система приобретает человеческое лицо, то почему-то нам кажется, что здесь что-то не так, и в какой-то момент нас начинают обворовывать. Интересно, что в статистике каждая новая запись в этой табличке, она тоже называется наблюдением. То есть, сейчас я показываю табличку из Инстаграма, каждая новая строка которой является наблюдением. В этом наблюдении есть некий ID пользователя, его имя и место, в котором он сделал фотографию, как ему показалось. И тем самым, на самом деле, эта таблица представляет собой некий сконвертированный информационный поток с сенсоров, то есть с телефонов, в виде такой вот таблицы «человекочитаемый» и в то же время «машина читаемая». И таким образом мы плавно переходим к понятию информации в целом. То есть, нам постоянно кажется, что сам анализ данных, информация, цифровая среда появились в тот момент, когда мы начали использовать компьютеры для их анализа. Но это не совсем так. Потому что, по факту, все, что мы научились делать за приходом компьютеров, это переводить информацию в двоичную форму, то есть в ноль или один. И также мы научились строить более сложные формы из этой информации, такие большие и длинные массивы нулей и единиц, которые постепенно складываются в числа, слова. И на самом деле, все, что мы делаем, это дигитализируем информацию. Но информация в городе присутствует постоянно. И есть очень классический пример того, как мы можем анализировать городскую информацию, к примеру, используя сточную канализацию. Используя сточную канализацию мы можем проанализировать огромное количество параметров по городе. К примеру, мы можем понять, какие продукты питания употребляют люди по каким-то типам стоков. То есть по химическому составу стоков мы можем понять, что люди ели. Также мы можем понять уровень употребления наркотиков. По количеству крыс мы можем понять, насколько хорошо в городе с уборкой мусора и так далее. Все это мы можем понять, просто посмотря на мусор, который генерируется городом. Таким образом, на самом деле, появляется метафора, которую мы постоянно используем, что данные, которые мы называем спонтанные, они генерируются сами по себе потому, что нам необходимо их хранить. Например, блоги веб-сайтов, которые мы храним просто для того, чтобы отложить веб-сайты. Или данные Инстаграма или Твиттера, которые мы храним, чтобы показывать вам эти данные. Потому что если мы не будем их хранить, мы не сможем вам их показывать. И все, на самом деле, чему мы научились за последние 10-15 лет, это просто более грамотно обрабатывать эти данные и делать из них какие-то выводы. И основная проблема здесь заключается в том, что мы до сих пор очень четко разделяем наше пространство, в котором мы с вами находимся, видимое пространство, и инструменты обработки и анализа этого пространства. То есть, на самом деле, все наши компьютеры, языки программирования, там есть система дополненной виртуальной реальности, это всего лишь некие шурфы, которыми мы меряем те самые источные воды. И все, чем нам нужно научиться в будущем, это попробовать разработать такие инструменты, которые позволят нам объединять наше информационное пространство и пространство, в котором мы все с вами находимся. Тем самым строя некую новую типологию пространств. Есть классический пример, который я всегда привожу на лекциях. Это проект по визуализации сигнала уровня Wi-Fi. Он красив тем, что он сделан на очень простой технологии, а именно на некой световой палке, которая горит больше или меньше диодов в зависимости от того, какой уровень сигнала. И проект безумно простой, то есть мы просто ходим с палкой, и на палке загорается все больше или меньше диодов, и тем самым мы видим уровень Wi-Fi. В чем интересный проект в том, что он одним из первых пытался показать, насколько Wi-Fi пересечен с тем, где мы находимся. Насколько наше ощущение комфорта или некомфортно от городской среды напрямую сопряжено с уровнем некой информационной активности этой среды. Потому что на самом деле, если вы задумываетесь о том, насколько вы комфортно себя ощущаете в том или ином месте, скорее всего, вы придете к пониманию того, что частично комфортно составляет интернет, который вы пользуетесь. Например, у нас сейчас на веб-ширке не очень хорошо с интернетом. И из-за этого мы посещаем постоянно дискомфорт. И, возможно, какие-то пространство не было привлекательным в плане пуфиков, чаек, печенек и отопления, не получая определенную информационную скорость, определенный свободный канал для общения, мы не до конца ощущаем это пространство. Это очень простой пример, потому что он соблегает в себе всего лишь два типа вещей. Некую информационную доступность и пространство, в котором ты получаешь информационную доступность. Но, на самом деле, вещи могут быть распоряжены гораздо сложнее. Если мы говорим про понятие свободы, например, и про заключение человека под стражу, то, на самом деле, заключение человека под стражу во многом является некой информационной изоляцией этого человека. Соответственно, мы можем воспринимать новый тех тюрем как тюрьмы, которые ограничивают от нас информацию. Таким образом, мы можем находиться в абсолютно свободном естественном пространстве, тогда мы можем гулять в парке, но если этот парк абсолютно закрыт от всех каналов нашей привычной коммуникации, например, 3G, Wi-Fi, возможно, даже некая шумовая защитная леничка, мы можем пользоваться голосом. Вполне вероятно, что этот парк будет создавать для нас некий новый тип тюрьмы, абсолютно изолирующий нас от всех внешних источников данных. И здесь, на этом видео, вы можете наблюдать некие темные переулки, провалы, в которых образуется странный перепад информационного ландшафта. Тем самым, когда вы в следующий раз нападете в гетто, подумайте, насколько хорошо его словит телефон. Похожим проектом является еще один проект, который называется Border Bumping. Border Bumping — это проект Джулиана Оливера, это такой современный художник работающий в стиле… как это назвать… Privacy Art такой, я по-русски не понимаю, как перевести. И Privacy Art — это такая история, что он пытается понять, раньше пытался понять на самом деле, границы того, где мы можем… где мы свободны в распространении и получении информации, а где нет. И у него были интересные проекты, например, проект по прозрачной гранате. Это была такая просто граната, которую ты кидаешь, и она транслирует оттуда весь звук, который там происходит. То есть, например, ты можешь кинуть эту гранату в переговорку и получить все переговоры оттуда. Также был интересный проект, который присылал всем людям, которые находятся в каком-то пространстве смс-ки, какие-то провокационные, вот. Потом там приехал наряд немецкого ОМОНа, и все тоже закрыли. А этот проект, он посвящен тому, как мы переходим границы. То есть, там была очень простая структура тоже. Когда человек переходил границу, мне кажется, он сам это делал на самом деле, он на телефон ставил приложение, которое смотрело, в какой именно 3G, ну или вообще с вышки сотовой сети, отключен телефон. И таким образом появлялся интересный парадокс. То есть, вы стоите на пограничном контроле, и когда вы переходите пограничный контроль, вам необходимо предъявить документы. И вы как бы стоите на вот этой вот физической пространственной границе. Но при этом, вы на самом деле не можете перейти, потому что эта физическая граница сохраняет пограничники. Но в то же время, когда вы там стоите, ваш телефон уже подключился к вышке другого государства. И, на самом деле, уже как бы неформально пересек эту границу. Тем самым, возникает такая красивая художественная иллюзия о изменении границ, которые здесь проиллюстрированы на карте. Я записал гид просто вчера ночью. О том, как, на самом деле, граница государства постепенно смещается под давлением вот этих вот искривлений, вызванных близкими телефонными вышками. И, опять же, в достаточно мягком регулировании того, к вышкам каких государств подключаетесь. И, скорее всего, на самом деле, если я правильно понимаю, то, когда вы стоите на границе, и вы, в принципе, может быть, еще не в роуминге, например, если вы выезжаете в свое государство, выезжаете в новое государство, а уже используются чужие вышки. Такая вот история. И тем самым получается, что ваш пространственный переход напрямую сопряжен с переходом информационным. Что еще интересное, то, что, например, участвуя в таком проекте, вы сами носите в своей руке сенсор, и в то же время вы являетесь и наблюдателем того, как ваш телефон переходит пространство от одной вышки до другой вышки. То есть вы, на самом деле, ломаете вот эту очень важную грань того, кто такой наблюдатель и что такое наблюдаемое. То есть вы являетесь одновременно и тем, и тем, образуя такой замкнутый цикл наблюдения и в то же время сбора данных. Мы попытались проиллюстрировать подобную вещь в проекте, который называется «Сенсокамера». Это, собственно, первый проект, в котором мы начали работать с городскими данными достаточно плотно. И здесь мы попробовали взять метафору обычной видеокамеры и сделать ее просто цифровой. Мы поставили туда просто взять телефон, прикрепить к нему достаточно большое количество сенсоров. Это был сенсор звука, шума, сенсор цвета и так далее. И записывали, в какой точке на карте мы снимали какие данные. Получилось довольно интересно, потому что мы намеренно сделали так, что сенсоры сильно реагировали на направление телефона. И таким образом получается, что перемещаясь по городу, вы наблюдаете за его информационным слоем. Поворачиваясь влево и вправо, вы замеряете разный уровень загрязнения воздуха, тем самым добавляя очень-очень важную вещь в информационный слой, а именно субъективность. Потому что если вы, например, собираете данные с вертолетом, к примеру, вы смотрите на город как на карту, да? Но когда вы собираете данные с маленького ручного сенсора, который сильно зависит от управления, вы собираете данные с городом такими, какими вы их видите в момент своего перемещения. То есть, пройдя два раза по городу, даже вы, вы соберете, на самом деле, немножко два раза датасета, которые так или иначе будут зависеть от того, с какой скоростью вы перемещались по городу, и каким образом вы смотрели по сторонам. Мы делали это для Московского политехнического музея, и просто, на самом деле, прошлись вокруг него. У нас были идеи о том, чтобы сделать этот проект открытым, и люди могли его как-то более широко использовать. Но потом появилось очень много проектов с большим количеством сенсоров, открытой документацией, например, смарт-силлезом испанским, и мы как-то забросили эту штуку. Еще мы здесь первый раз использовали такую абстрактную визуализацию, которая как бы показывает некое ощущение от информации. То есть, она показывает некую относительность информации, то есть, больше или меньше. И мы сами ее интерпретируем. Например, это вот черные шумовые поля или поля загрязнения. Вот это как раз там, недалеко от политехнического музея, почему-то получилось очень шумно и грязно. Они очень легко интерпретируются, хотя мы, на самом деле, даже не знаем их количественный характер. И самое интересное здесь, что используя свой сотовый телефон в городе, просто находясь в нем, являясь участником различных систем наблюдения, вы постоянно оставляете некий то, что называется цифровым следом. Цифровой след здесь — это такое дополнение к сложившемуся информационному пространству, которое, на самом деле, отражается на нем и одновременно создает его. И, то есть, например, это хорошо инстрируется этим примером, это айпады, на которых дети, взрослые, не знаю, играли в различные игры и пользуются различными приложениями. Это рисовалка, Flappy Birds, e-mail, а вот e-mail, где клавиатура видна. И здесь очень хорошо показано, опять же, тот же самый тезис, который я уже иллюстрировал, потому что, на самом деле, данные не всегда цифровые, и здесь мы прекрасно видим, как складывался паттерн взаимодействия с объектом в зависимости от того, что это за объект. То есть, если это e-mail, то мы печатаем по клавиатуре, если это рисовалка, то мы что-то рисуем, если это Angry Birds, то мы постоянно обтягиваем эту роганку. Вот. Но, во-вторых, очень важный момент, что мы можем понять, что это за паттерны, если все-таки мы будем читать подписи, которые вам не видны. То есть, например, тот Fruit Ninja, он сейчас уже не очень популярен, но это, знаете, где-то надо много аргузов резать пальцем и лихорадочным воздействием. То есть, если мы просто смотрим на вот эти картинки, они нам ничего не говорят. Но если мы погружаемся в контекст, примерно воспринимаем, что это за приложение, мы можем понять, что тут вообще происходит, интерпретировать эти данные и каким-то образом восстановить то самое взаимодействие с айпадом, которое происходило. Также мы можем попытаться восстановить там, где-то психологический портрет человека, который им пользовался. То есть, например, он явно много печатает, да, в Мэй, раз остался такой очень четко структурирован паттерн фавиатуры. Также мы видим, какие буквы он чаще использует, что он использует здесь какое-то боковое меню очень активно. Но интересность состоит в том, что подобный подход не дает нам полного понимания о том, что это за человек, как он живет, и вообще мы даже на самом деле не можем узнать его пол. Мы можем узнать некие признаки этого человека, которые складывают в нас некий образ этого человека. Тем самым, на самом деле, когда мы видим цифровой след, мы видим некий ареал объекта, который его оставил. Мы видим некие его базовые признаки. И очень важно, что становясь наблюдателем в данном контексте, наша интерпретация вот этого всего следа очень сильно зависит от того, насколько мы хорошо погружены в тот самый контекст, где этот цифровой след создавался. Так, например, если вы житель города, по которому вы смотрите карту, как правило, вы гораздо четче и быстрее замечаете какие-то интересные аномалии, которые видны на этой карте. Просто потому что вы гораздо глубже погружены в этот контекст, чем человек, который просто анализирует эту карту, например, из Москвы, а карту про Владивосток. Именно поэтому, естественно, развитие таких вещей, как бытовая картография, простой доступ к данным, простые инструменты для визуализации данных, например, тот же карта DB, это очень важно, для того, чтобы понять людям, которые находятся максимально погружены в контекст, то, как этот контекст вообще живет, и они могут проанализировать вот эти те самые скрытые слои и попробовать воссоздать некий виртуальный образ того самого города, на который вы смотрите. То есть, например, на самом деле Владивосток, построенный по анализу Инстаграма, Твиттера или мобильных данных, скорее всего, будет не тем Владивостоком, которым вы знаете, но в то же время это будет настоящий Владивосток, просто он будет собран как бы из немного другой проекции информации, чем та информация, которую вы получаете вы. Интерес в данном случае составляет то, что все эти признаки позволяют нам неким образом классифицировать вещи. То есть, зная, например, что Инстаграм 100 человек активно пользователем, приложение почта, и если он, например, часто пишет людям слово машина, мы можем сказать, что этот человек любит машину. Также мы можем проанализировать его IP-адрес и сказать, что этот человек, наверное, любит писать из этого места постоянно, под этим IP-адресом. Но, как правило, подобным образом работают все механизмы машинного автоматического цензурирования. Интересно состоит в том, что так как эти алгоритмы очень редко погружены в истинный контекст, который может быть очень сложным, они очень часто ошибаются. Так, например, меня недавно заблокировали на Амазоне, и я теперь не могу получить ни свою посылку, мне кажется, даже Kindle-книжки не могу там открыть, пока не включили им факс, которого у меня нет. Факс надо представить в Штаты. Случилось это достаточно интересно. Я покупаю вещь, которую доставляю на свой американский адрес. И я сделал очень забавную штуку. Я заказал вещь из Сеула, когда мы там недавно были, на американский адрес в Штатах, заплатив за нее российской карточкой и указав, что счет мне нужен обязательно российский адрес. И, естественно, как бы заказ из Азии в Америке, который оплачивается из России, роботов оказался точно странным. Меня через день заблокировали. Теперь мне нужно написать огромное объяснительное письмо персоналу Амазона о том, что меня заблокировали нечестно, что я честный гражданин. Но если мы смотрим на подобный паттерн вне контекста, не знаю, что я действительно поехал в Сеул, и что действительно я заказываю вещи на американский адрес, если у меня есть российская карточка, то в целом ничего такого не произошло. Но если мы удаляемся от этого контекста и просто видим треугольник, который образуют Азия, Америка и Россия, то это вызывает некий сбой, некая стандартизация. И подобным образом работает достаточно много автоматических сенсоров. Так, например, периодически закрывается канал на Фейсбуке или на Ютюбе по предположению в корнографии. Хотя на самом деле там даже и близко ничего такого не было. То есть даже не было голых тел, просто робот может принять какую-то, не знаю, форму похожую на голое тело, за голое тело. Это все блокируется, и потом идет там день-два разбирательства, и открывается заново. Это очень хороший пример того, как вне контекстный анализ может быть губительной для системы. Также вне контекстный анализ ведет нас к некому агрегативному подходу. Это видео, на котором собраны люди из разных стран. И это очень красивый пример, который сейчас везде используется. Мы просто, я по нему вспомнил, на как раз Симитской аксессуарной биеннале, и решил здесь показать. То есть это некие стандартные лица каждой страны. То есть мы просто берем много-много-много-много фотографий людей, центрируем их по носу и глазам, и с небольшим альтоканалом, то есть с небольшой прозрачностью, пересекаем, накладывая друг на друга. Таким образом мы получаем некий портрет среднего человека. Усредняя образ жителя, то фактически европеоида, азиата, афроамериканца и так далее. И здесь наступает как бы достаточно забавная история, что мы на самом деле таким образом теряем то, что называется как раз структурой. Потому что на самом деле сложные системы информационные, они всегда образуют некую структуру. Про это очень тяжело быть, потому что это очень абстрактное понятие. Но в целом это выглядит как набор точек и связей. И так как некие точки пересекаются друг с другом, и некие связи друг на друга накладываются, мы видим либо яркие, либо темные места. И потеря структурности всегда ведет к очень большим потерям в поиске закономерности. Это легко проиллюстрировано в нашем проекте, который мы делали как раз, когда исследовали Москву через мобильные данные. И мы исследовали центральные места в Москве и внутри Московской области, и внутри Москвы. И здесь у нас есть забавная закономерность, которая во многом вызвана самой структурой нашей информации, которую мы исследовали. Но в том числе она вызвана и некими проблемами, которые мы здесь видели. То есть смотрите, внутри Москвы мы не видим никаких ярких точек. Все объекты, которые здесь перемещаются, не образуют никакой структуры практически. То есть мы видим здесь легкую сетку дорог, которая вырисовывается. Какие-то влеклые места, но сама структура такая, она очень мягкая. При этом, если мы смотрим на Московскую область, то мы видим очень четкие, яркие центры и связи этих центров. И, соответственно, если мы попробуем агрегировать все вот эти данные, это сотовые данные мегафона, и здесь мы видим перемещение группы планет как бы от вышки к вышке. То есть, если мы пытаемся найти положение среднего человека в Москве в какое-то время, то есть просто показав эту карту, например, как карту нагрева, как heatmap, то есть, мы думали, здесь больше, здесь меньше, мы абсолютно потеряем этот тезис о центральностях. Именно поэтому, как бы, любая агрегация здесь, она ведет к потере структуры. И во многом, на самом деле, вот это вот понимание структуры пространства, оно связано с пониманием того, как перемещаться по этому пространству, и по тому, как взаимодействовать с этим пространством. То есть, это очень хороший пример того, как, беря вот этот информационный слой сотовых данных, мы получаем вот эту вот некую пространственную сетку, при этом практически ничего не зная о пространстве самом. Здесь легко предположить, что вот таким образом можно прийти к классической модели такого искусственного интеллекта будущего, который будет сам перемещаться по этой сетке, практически не обладая знаниями о этой сетке, а зная только некий информационный слой этого пространства. Но здесь всегда наступает вопрос, насколько одно влияет на другое, насколько, на самом деле, мы просто используем, использованием наших сенсоров, наших сотовых телефонов, наших генераторов информации, насколько мы генерируем пространство, или в то же время, насколько мы поддаемся нашему желанию тому, чтобы пространство было доступно для информации, изменяя его. Это хорошо проиллюстрировано в таком просто догматичном примере того, как Клод Шеннон, собственно, отец бита и отец цифровой информации, создал такой вот лабиринт с вышкой. Эта вышка — это типичная такая автономная машина, которая перемещается по этому лабиринту. Если сейчас загубить на YouTube Клод Шеннон Маус Эксперимент, то вы увидите такое осовремененное старое американское видео, где, в целом, есть действительно этот эксперимент про Вензен, это какая-то та съемка или нет, но, в общем, она про этот лабиринт. И подпись такую на YouTube-заголовке, что первый искусственный интеллект в мире, какой-то там 70-й год. И там, я не помню, я не смотрел это видео целиком, но весь секрет заключается в очень простой вещи. То, что критики, когда Шеннон представил эту работу, обратил внимание сразу же, что мышка, как бы, она на самом деле глупая. У нее нет ничего. Мышка не обладает практически ни одним сенсором, если я не ошибаюсь. То есть она просто перемещается там как-то по этому пространству, практически ничего о нем не зная. И весь секрет заключается в некой специальной структуре этого пространства, которая позволяет мышке перемещаться. То есть, на самом деле, весь компьютер, как бы, вся система нахождения выхода из лабиринта сразу зашита в этот лабиринт. Таким образом, мы позволяем мыши найти выход, управляем ей, и храним всю нашу инфраструктуру, всю нашу сеть передачи информации, обработки информации в самой структуре. Если это кажется достаточно далекой историей, то мы можем посмотреть на то, как хранятся данные сейчас у нас в серверах. То есть, на самом деле, когда мы говорим про то, что мы сейчас загрузим файл в Google, нам кажется, что мы загружаем файл в некое абстрактное пространство, у которого нет ни физических границ, ни некого четкого положения. Хотя, на самом деле, мы просто грузим его в большой массив компьютеров. То есть это как бы стандартная такая стойкость серверная, в которой сейчас тысячи, миллионы, миллиарды, я не знаю, какое количество этих стойк вообще сейчас стоит. В каждой из них стоит раковый сервер, такой плоский сервер, который встанет в нее, и внутри этой сетки есть такое просто огромные каналы проводов, которые уходят куда-то сюда, куда-то под пол. Здесь все в проводах, на самом деле. Пространство кажется абсолютно стерильным, и нам показывают то, как в будущем у нас такие стоят красивые сервера, все стерильное пространство, здесь ходят люди в белых халатах. На самом деле, это всего лишь оболочка. Потому что внутри этих стен пространство не стерильное. И если вы посмотрите, открыв эту самую коробку, то вы увидите то же самое, что было и здесь. Огромное количество проводов, каких-то систем контроля этих проводов, систем хранения данных. И это все ужасно не структурировано, на самом деле, образует вполне себе такую сложную лист и постоянно стремящуюся к хаотичности систему. Интересность состоит в том, что пространство здесь увеличивается в такой практически геометрической прогрессии сложность пространства. То есть, храня все больше и больше массивов информации, мы на самом деле постоянно строим то, где мы хотим эту информацию хранить. То есть, мы постоянно строим некие новые дата-центры, предназначение которых — хранить эти стойки, охранять их. И если, допустим, я не знаю, насколько по коренной шкале это распространено, но одни из ранних дата-центров, они были подземными дата-центрами, когда мы просто хранили стойки внутри, под землей. Это еще очень безопасно, к тому же. А потом мы на верхнем уровне строили какие-то административные комнаты, где люди там, не знаю, работают просто, делают какую-то административную работу, в принципе, практически ничего не знают про эти стойки, которые под ними. То есть, это буквально как мы сейчас здесь сидим, а под нами такое огромное-огромное количество компьютеров и проводов, и вниз спускаются только единицы из нас, а большинство из нас даже не знают, что из компьютера существует. Но проблема в том, что так как мы начали экспенсивный рост информационных технологий, потому что облака Амазона и Google, они становятся все дешевле, и нам необходимо идти на какие-то очень простые и дешевые способы хранения информации, мы начали строить огромные датацентры, которые уже больше похожи на маленькие поселки, и в будущем могут быть похожи, в принципе, и на небольшие города такие, в которых, единственное предназначение которых, это просто хранение вот этих вот цифровых артефактов, точнее, физических артефактов, которые хранят в себе вот эту, ту самую цифровую информацию. Тем самым, как вот эти два пространства, цифровое и реальное, они, на самом деле, абсолютно слившиеся. И если нам до этого казалось, что чтобы наблюдать то, как информация влияет на пространство, нам необходим какой-то цифровой бинокуляр, какая-то палка с диодами, которая бы показывала нам уровень яркости Wi-Fi, то сейчас, смотря вот на эти все датацентры, мы можем понять, что нет, на самом деле информация проникает в наш физический мир гораздо более агрессивно, чем нам казалось. И, я даже не нашел фотографию, потому что недавно выходил очень красивый проект про то, как фотограф снимал дата-центры Google, и насколько они массивные, такой очень поэтичные. Но, в принципе, в прошлом я тоже хорошо это иллюстрирую. Но, на самом деле, что еще интересно, это то, что постепенно дата-центр теряет свою утилитарную функцию. Я нашел это вчера ночью, вот он, например, художник разукрасил дата-центры Google какими-то красивыми граффити. Собственно, проблема начинается с тем, что, как бы, изначально казавшаяся нам утилитарная функция хранения информации постепенно проникает в наш был. И здесь появляются люди, обслуживающие дата-центры, скорее всего, людей становится больше, появляются какие-то общественные пространства возможные, появятся в будущем. И уже как бы не так интересно смотреть на вот эту серую коробку, которая состоит просто из стен, да, из серверов, которые находятся внутри нее. Мимо нее скучно проезжать. Нам она как бы совсем не нравится, она от нас отталкивающая. А нам необходим некий такой тренд на то, что информация – это хорошо, нам необходимо ее хранить, давайте доверять больше информации тем или иным корпорациям, давайте меньше переживать за то, как мы ее храним, и давайте легче отдавать. Ответственно, нам необходимо формировать некий такой более приятный человек образ вот этого информационного хранилища. И здесь, как бы, эта штука очень хорошо инстрирует то, что, на самом деле, во время постепенно этого утилитарная функция, этот центр теряется, и он становится вполне себе социальной историей. То есть в будущем мы можем представить дата-центры, которые будут погружены в наши города. То есть, например, у вас сейчас есть порт, а в будущем по середине может быть дата-центр, который, кстати, будет очень хорошо охлаждаться морем, скорее всего. Так как сейчас есть несколько дата-центр, если я не ошибаюсь, которые включены в пещерах для естественного охлаждения. И также, по-моему, Microsoft экспериментирует с подводными дата-центрами, которые как раз будут охлаждаться за счет естественного охлаждения водой. Таким образом, получается, что, живя в городах и исследуя данные, на самом деле мы не совсем даже замечаем, как наши города сами становятся данными. И когда нам кажется, что вот умный автомобиль, который завтра придет в наш город, он будет такой умный, что он поймет нас, мы, на самом деле, постоянно забываем, что первый шаг, который нам нужно сделать для того, чтобы этот умный автомобиль пришел, это, скорее всего, поменять наше отношение к этому умному автомобилю и дать такое некое послабление к его интеллектуальности. То есть, на самом деле, умные автомобили придут в наш город не тогда, когда они станут умными и смогут сами ездить по дороге, они, в принципе, уже нормально ездят, но и придут нам тогда, когда наши дороги станут адаптированными для этих автомобилей. И более того, они придут нам тогда, когда наша психология станет более адаптированной для этих автомобилей, когда мы сможем гораздо легче относиться, условно говоря, к ситуации, когда автомобиль сбил человека, когда мы станем воспринимать это более рутинно, именно тогда эта технология станет всеобъемлющей. То есть за вот этот процесс интеграции цифрового и видимого пространства, он на самом деле лежит внутри того, как существует наш социум. Как мы потребляем информацию, как мы наблюдаем за ней, как мы ее анализируем, как храним и как строим вокруг этого наши жилые пространства. Вот у меня все. Спасибо. Вопрос к нам теперь? Вы говорите о дискомфорте, когда у тебя нет Wi-Fi. А что вы думаете о состоянии дискомфорта, когда слишком много этой информации, когда появляется кафе без Wi-Fi, когда там все, кто-нибудь поотвечают? Ну это так и любая пиковая ситуация, она всегда, ну, то есть как маркетинг, он все играет на контрастах. То есть вам могут продавать суперумное кафе, где вы приходите, оно по-вашему, не знаю, по тому, как ваши нейроны там что-нибудь понимают, оно понимает, какой кофе вы хотите заказать. Также вам могут продавать такое старое кафе, в котором фермер там сам яйцо вам высидел там практически, сам курицу вырастил и, в общем, все сам сделал, естественно, и сам клужилку поставил, то есть обтянул все сеткой, чтобы никакие волны туда не проникали, чтобы никакие данные туда не попадали. То есть это два таких радикальных полюса, которые всегда будут существовать, к этому надо относиться спокойно и, как бы, мне, как правило, интересны гораздо какие-то такие очень обыденные штуки, на которые мы даже не обращаем внимания. То есть, словом говоря, например, насколько Starbucks распространен по миру и что, в принципе, это используется как как раз рабочее кафе, как раз во многом цена политика которого складывается за счет того, что там очень хороший Wi-Fi, мне кажется, гораздо лучше, чем тут, на конкурсе. И именно поэтому люди там сидят, проводят время, и как бы сам по себе кофе, он тут давно ушел, а вот эта именно культура потребления информации там осталась и является как раз его визитной карточкой. И мы совсем на нее практически не обращаем внимания, потому что это стало настолько базовой вещью, как горячая вода. При этом она распространена абсолютно везде, то есть Starbucks есть в Сингапуре, здесь, в Сеуле, в Москве, где угодно. А, здесь нету? Пока нет. Не переждите. Если позволите, у меня есть предложение как немножко разбавить вашу презентацию. В начале были такие кадры, где камеры фиксировали автомобили. Вы можете вставить кадр из терминатора, как он заходит в кафе и... Это хорошее предложение, я подумал над ним. Вот. Тогда я еще какие-нибудь мои любимые фильмы вставлю, получится скорее лекция про кино. Пока я, конечно, не достиг уровня дельон какого-нибудь читать лекции про кино, и пересекать их с информационными технологиями, я попробую. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Вот мы говорили про... ...про проект Кода Шена, который... Это он сам его первым? Нет, конечно, это на YouTube в этом написано, в заголовке. Это, естественно, не так. Это просто некая игра какая-то. В принципе, Шэн достаточно много экспериментировал, Жан Клирова, например, тоже. И просто он ради интереса сделал какой-то такой, ну, робот, и было интересно сделать, сколько базового. И, ну, такой лабиринт — это классический пример такого стандартного робота. Сейчас, в принципе, много детских конструкторов приведут с роботами, которые перемещаются по чёрной линии. То есть, когда у робота есть датчик линии, и он смотрит, если чёрная полоска, то он по ней едет. То есть, если она вдруг становится прозрачной, или белой, например, то он пытается найти чёрную, и потом едет опять по ней. То есть, можно чувствовать его ломать дорогу, и он по ней ровно проедет. Вот. Это очень похожая такая игра, которая, как бы, ну, мне кажется, просто игра такая. Ну, скорее всего, там, наверное, было какое-то исследование. Я просто очень мало знаю про этот проект. Ну, то есть, я как бы про него читал, но именно в контексте того, как инфраструктуру прячется внутри пространства, и как мы можем делать достаточно дешёвые объекты умными, за счёт того, что пространство просто наделено сенсорами. И, на самом деле, условно говоря, у нас не умная машина вся такая в сенсор, едет к пространству. А улица такая просто вся в датчике расстояния, датчик скорости, трёхмерный сканер, по ещё чём-то. И она как бы говорит про пространство. Она как бы говорит о машине, куда именно ехать. Вот. Это достаточно интересная штука, потому что сейчас пока, если посмотреть на все вот эти скандарты, которые занимаются с университетами, почему-то кто-нибудь пока не попробовал. Скорее всего, потому что она ещё требует большого инфраструктурного изменения. Но хотя, например, Киперлук тот же, если вы знаете вот эту штуку, которая ездит под землёй по тоннелю, она как раз вся построена на том, что самоустройство совершенно простое, а вот построение инфраструктуры для того, чтобы эта устройство перемещалась, оно уже сложно. То есть ближе по сторону инфраструктуры на такой сцене. А скажите, вот у тебя большие дата-хранилищ и дата-центры. Вы сказали, что сейчас они всё сильнее и сильнее развиваются, их количество увеличивается. Устроен, конечно. Ну да, понятно. Есть какие-то, не знаю, глобальные прогнозы, исследования, ожидания? Ну, условно говоря, что человечеству для того, чтобы, ну не знаю, может быть те же мегакорпорации, да, говорят о том, что вот через столько-то лет человечеству для потребления всех, для покрытия всех своих потребностей нужно будет такое-то количество, какие-то объёмы этих дата-центров? Нет, может быть и есть, я просто не знаю. Ну, мне кажется, такие исследования просто ещё не очень актуальны, потому что все верят в то, что появится просто новый тип хранения. Более... Более компактно, да. Сейчас даже уже появились, я точно знаю, там, 5-терабайтных, 10-терабайтных, там, 20-терабайтные жёсткие диски, которые Amazon активно интегрирует. И здесь вот, например, с жёсткими дисками есть очень тоже красивая история, что никакое бы не было цифровое пространство хранения, да, насколько бы оно не было эффективно оснащено, но текущих каналов связи между дата-центрами не хватает для того, чтобы вот эти вот какие-то уже, это, десятки петабайт, сотни петабайт информации быстро транспортировать, достаточно быстро. И поэтому, например, у Amazon есть сервис грузовиков, который просто грузит эти жёсткие диски из одного места в другое. То есть такой вполне себе чернорабочий способ транспортировки информации, практически на кораблях. И он довольно активно существует, и даже и сейчас, собственно, и появился не так давно, как раз когда появились эти вот жёсткие диски большого объёма. Потому что, оказывается, ну, несмотря на то, что жёсткий диск достаточно маленький, но когда мы один дата-центр вывозим куда-нибудь, например, хотим его забыкать, да, то есть сохранить резервную копию, нам нужен такой вот грузовик. Или даже два, или даже берегица этих грузовиков. Вот. Возможно же поездка, 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 охраняемая дорога между одним центром и другим для этих грузовиков. То есть такая инфраструктура вполне себе физическая, в которой будут эти грузовики перемещаться, там будут заправлять, будет обслуживающий персонал. А в связи, всё-таки с тем, что там же вы сказали, что требует, там, удешевления, да, максимального, есть уже какая-то тенденция, там, допустим, по переносу дата-центра, более дешевые страны. Да-да, постоянно. Там есть две тенденции, это более дешевые, особенно по электричеству, и вторая тенденция, более безопасные юридические. То есть есть там, например, ряд стартапов, которые исключительно хасятся в Швейцарии, это, например, ProtonMail какой-нибудь. Один из основных тезисов был, что они не американский стартап, а швейцарский, потому что похожие истории, как ProtonMail, ProtonMail — это сервис для шифрования писем, до этого похожий сервис был, как раз через который Assange, по-моему, или нет, не Assange, Сноудон, пересылал данные. Ну, просто по имейлу пошифрованному. Этот сервис назывался, но этот сервис закрыли сразу же, как только случилась большая утечка информации, и ProtonMail появился после, и главная история была такая, считает, что тот сервис закрылся, потому что просто приехали некие органы правопорядка, отозвали у них ключ шифрования, который был выдан третьей компанией, третьей стороной, и потребовали дальше какой-то мастер-ключ на то, чтобы прочитать всю переписку на их серверах. Они отказались, и там, в общем, мы, наверное, кого-то посадили, оструховали, но, в общем, не очень хорошая история. И поэтому сейчас, вот именно в плане хранения шифрованной информации, то как раз одна статья «Октивизация расходов» является удачной юрисдикцией. А, ну еще хороший пример, то, что биткоин-фермы всегда, сейчас все выводят какие-то максимально дешевые политические регионы, тоже дополнительные дата-центры, просто очень маленькие, но есть, например, то есть, словом говоря, представьте себе биткоин-ферму, в которой там пять видеокарт, она у вас на кухне, но потом вы можете посмотреть видеоролики на YouTube с китайскими биткоин-фермами, где там просто дом весь в видеокартах, и он майнит какие-то криптомонятки. И это дополнительный дата-центр, он обрабатывает информацию, я, честно говоря, не уверен, как там все структурировано, поэтому я не уверен, что там много чего хранит, но видеокарт там очень много, то есть, именно устройств обработки там огромное количество, он ведает очень много тепла, там система охлаждения, есть оттуда же персонал нанятый, который там спит, живет, есть комната, вот. А на Авито недавно мы видели, продавали очень красивый гараж, в котором сразу интегрирована кровать и ферма. То есть, ты покупаешь жилье и заводок к себе сразу же, тоже такой маленький дат-центр, в котором ты живешь. Очень красиво. Учитывая климатические характеристики и дешеверную электроэнергии, в России в этом отношении есть смысл, надеется? Судя по тому, как дорога майнит, то явно электричество недорогое относительно. Вот, но почему, например, Яндекс, я знаю, выносился к дат-центру, как раз вопрос его на некие пользователи соглашения, да? То есть, юридическая основка не очень способствует влиянию здесь дат-центров, именно поэтому здесь появлялись силой, когда недавно приняли закон о необходимости хранения персональных данных российских пользователей на территории России. Это некая попытка получить статью, какую-то статью дохода в бюджете, которая вышла за счет того, что какие-то международные компании здесь бы располагали свои дат-центры. Но при этом юридическая основка достаточно тяжелая, поэтому тяжело здесь располагать, мне кажется, но я чего-то не знаю. С биткоином все проще, раньше на него совсем не смотрели здесь, поэтому было очень много фермы. И тогда начали регулировать, пытаться, плюс еще Даркнут начали регулировать здесь, то есть закрывать сайты наркотиков, торговля оружием, которые находились в глубинном сегменте интернета, то есть в сетях анонимизации типа Тора. И мне постепенно кажется, что сама юрисдикция теряет привлекательность. И это достаточно интересный элемент, потому что, условно говоря, вы находитесь здесь в России, покупаете услуги, например, у американского Амазона. Например, сейчас мы покупаем у них хостинг какой-то. И раньше вы не платили никакой налог. Или, например, покупаете в Гугле программу на Google Play, потому что налог вы не платили, потому что не понятно, какой налог вы должны платить, вроде как бы в интернете там же нет границ. Но появился налог в интернет, так называемый, в народе так называется, который добавляет 13%, по-моему, для всех ваших покупок цифровых в интернете. Я не знаю, вы заметили этот налог или нет, но я заметил, потому что мне пришло письмо от Амазона, которое объяснилось, что вот у вас раньше был счет 100 долларов, а теперь там 110 или 113. Потому что 13% — это налог, который мы возвращаем в Россию. А вы зарегистрированы в России. При этом я не очень понимаю, как они проверили, что я в России, потому что мне кажется, что я ни одного подтверждения не присылал никогда. Я просто регистрировался и убил, наверное, что русский регион просто галочку поставил. Так же я мог бы быть и в азиатском регионе. Даже абсолютно история с платежными системами, которые как бы искусственно привязываются к пространству, хотя на самом деле являются непространственными. И то же самое и с биткоином. То есть вы его добываете в неком абстрактном процессе, у которого нет границ. Но при этом, когда вы вкладываете вот эти вот ваши физические объекты, ваши видеокарточки в юрисдикцию, вы уже как бы сшиваете эти пространства и начинаются вопросы. Ну, то есть это часть история про ту визуализацию с смещением границ? Да-да-да, это очень верно. Мы можем говорить, что если у нас там много информации, не знаю, в землях Аризоны, то у нас много, не знаю, большинство электронных людей там живут в этой же Аризоне. Ну, это интересный момент, что как бы вопрос, как они ощущают эту информацию. То есть если они просто, пока вы не пользуетесь, у вас все хорошо. Но, например, и вы не думаете даже, где эта информация хранится. То есть, например, на Аризону падает ядерная бомба из Северной Кореи, вы очень быстро замечаете свою причастность к Аризоне и начинаете переживать, как бы, войну уже сами, да? То есть до тех пор, пока ваша информация в целости сохранности, физические границы и юридические границы вас вообще не интересуют. Но как только падает первый столет дата-центр, как только первые линии электропередачи отключаются, вы уже гораздо с большим трепетом относитесь к тому, какой юрисдикцией и какой верующей точке была ваша информация. И здесь есть тоже очень интересный пример. Когда, мне кажется, пять лет назад в Нью-Йорке был большой ураган, который отключил много дата-центров, которые находились там в окрестностях, то упало достаточно большое количество сайтов вроде lifehacker.com, которые я читал, когда в институте училась. Там просто ужасно глупый сайт про то, как вести заметки в телефоне. И я, как бы, читал эти проекты про то, как вести заметки в телефоне и думал, ну, нормально, как бы, читаю американский сайт про то, как вести заметки в телефоне. Ну, ураган в Нью-Йорке, ну, окей, ничего страшного. Ну, как-то там обойдутся. А потом смотрю, раз, сайт перестал работать. Написано, что этот центр упал, там, раз, через неделю написано, что они не восстановят по работе, потому что они с бэкапу восстанавливают, потому что, как бы, дата-центр упал совсем. Вот. И там еще, там, пять сайтов где-то я не смог использовать, потому что во время урагана были повреждены именно места их хранения, и они какое-то очень долгое и длительное время доставали эти данные с бэкапов. И таким образом, как бы, я стал сильно ближе к этому урагану, и, действительно, начал уже ощущать некое недовольство, там, начали шесть какие-то новости по тому, как у него были дела, когда они включат вектор инеприи там и в себя, потому что мне нужно было как-то читать сайт, мне было интересно. Вот. Ещё вопросы? Да. Всё? Ну хорошо. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...